Посмотрим теперь на эту дверь. А 792, что это означает, 792? Для друзей. Сейчас милости просим, чтобы я смогу служить культуре, нашему народу. Я буду продолжать это делать, пока Господь меня будет держать на этой земле. Я думаю, мы все созданы, и этим мы все должны заниматься. Григорий, а вот когда тебе пришла идея об открытии музея? Это ты прям стихами заговорил? Молодец. Так вот, ребятки, эту идею я вынашиваю всю жизнь. Потому что я вообще по натуре такой человек, который в принципе ничего не выбрасывает. Хорошего, плохого, вся старая аппаратура для меня – это живые существа. Я не могу выбросить, у меня какой-то есть аппарат, не работает уже 10 лет, стоит все равно, подойдет, выбросит на помойку, я не могу. Поэтому у меня этого всего скопилось. вот за тот промежуток времени, пока я приехал в Россию в 89-м году, кое-какую аппаратуру привез, перевез, все это приобрел, менял 11, 10 квартир, вот это уже 11-я. Я всегда аппаратуру старую не выбрасывал, ну, а так-то, в общем, таскал в квартиру, в пиру. У меня люди спрашивали, зачем ты это все делаешь? Кому это все надо? Продай, почини, никому это не надо. Я-то знал, что это надо не мне лично, а нужно будущему музею. Потому что другого случая оправдать это все, этот отрезок моей жизни, нету. Это может быть оправданным только тем, что это все сохраняется для будущих поколений. Чтобы люди могли прийти, посмотреть, послушать, полистать. Оставили, чтобы у них осталось какое-то впечатление. Поэтому эта идея о создании подобного рода музея, она у меня давно. Естественно, я понимал, что это сложно, что это невозможно, потому что все это не моя желтая площадь. Ну, можете представить, вот эта квартира, которая сейчас как бы, я еще говорю, как бы становится музеем, она 11-я. 11-я квартира, можете представить, все эти переезды, все эти потери, все это питье, пластинок бесконечное, лом аппаратуры бесконечное, мучения моих друзей, которые меня привозили с квартиры на квартиру. Это все невероятно. Ну, вот тут как-то не так давно, может быть, года два назад, значит, сложились так обстоятельства, что мои друзья, вот, кстати, его еще и нет, Володя Суворов, он не приехал пока. Здесь, иди сюда, ближе, ближе, хотите предложить? Вот есть у меня такой, друг, это там, так сказать, моя левая рука, а вот стоит правая рука, значит, вот этот самый Володя Суворов сказал, ну, почему тебе не подать документы как блокаднику, попросить квартиру, а у меня даже в то время прописки не было, ничего, я просто приезжий человек, временно прописанный у Сергея Егорова. Ну, я на самом деле подумал, ну, почему нет, тем более существует закон, по которому блокадникам положен, положен, квартира, я, ветеран войны считаюсь, инвалид, и прочее, прочее. Ну, я, значит, как бы, собрался силами, с духом, собрал документы, позову, вызовем. Ну, естественно, прошел месяц, полтора, и я получаю самый прекрасный отказ. Вам отказано государственные услуги, вам не положено ничего, то до сих, то есть я походил, там походил, у меня внутренне зародилась какая-то злость. Естественно, вот этой самой спортивной злостью я и живу всю жизнь. Все мои достижения, если есть такие, и здесь, и в Америке, только за этой спортивной злостью. как только появляется препона, сразу у меня волна такой энергии, может быть, даже негативная, и я, значит, недолго, думаю, второй раз, и уходит опять какое-то время. опять отказ. Вам не положено то до сих, причем куча причин. Ну, что делать? Не положено, значит, не положено. Почему? А вот у вас то до сих, где-то там что-то, где-то прописано временно, а это не положено. Ну, концернцев все это опытным путем пришли к такому мнению, что надо мне из этой прописки временной уйти и объявить себя бомжом. Я бомж, жить негде. Пошел, объявил себя же бомжом. Опять козал. И опять я пришел подавать, вернее, за результатом мне уже говорят, вы вообще зря это все делаете, ничего мы вам никогда не дадим. Никогда. Прекратите это все. Прекратите отнимать у нас время. Прекратите нас мирбировать. У вас докажите нам, что у вас в Америке нет никакой недвижимости. Ну, просто это втупикой вопрос. Ну, я как человек обращаюсь в американское консульство и говорю, вот такая проблема. Надо доказать, что у меня в Америке нет никакой недвижимости. они говорят, ну, мы не можем даже вам дать такую справку, но можем дать вам такой официальный план, где вы сами как-то официально заявляете, что у вас нет никакой недвижимости. Надо заплатить там 75 долларов. Нет, все это сделал. Приезжаю с этой бумагой, на меня опять смотрят, думают, что бы еще такое исказать человеку. Туда, сюда, но вообще я понял, что это бесполезно. Уже у меня начали опускаться руки, и весь мой спортивный азарт начал угасать, как вдруг приходим и Сергеем не было. И они вдруг внезапно ломаются, дают вот эту самую квартиру. Каким способом это получилось после таких категорических отказов, кто повлиял на это дело, мы не можем знать. Но, к счастью, это случилось. Дальше, слушайте историю дальше. Очень интересно, это можно написать роман. Приезжаем мы с Сергеем Егоровым сюда посмотреть эту квартиру, этот край света. Не можем месяц увидеть эту квартиру. Не пускай. То есть, как бы дали, но прийти в смотровую посмотреть, но нельзя. Какая-то такая сидячая забастовка сотрудников нельзя. Месяц в конце концов, я ходил каждый сюда день, приезжал, как на работу. В конце концов, каким-то чудом мне удалось получить смотровые ключи, войти вот в эту самую квартиру, где вы сегодня находитесь. И у меня ребята подкосились ноги. То есть подобного я не мог никаких пробовать. Квартира была разбита, вся сантехника была украдена, все валялись по разным углам, в одной комнате, в другой туалет, в третьем оплетение было. Короче говоря, человек, который со мной был, он меня подержал, я говорю, да, это не фонтан. Но тем не менее, мы вошли, я скрипя сердце все стащил на те места, где это должно быть, ванну, ванну, туалет, туалет, то, сё, пятое, десятое. Ладно, вернулись, вернулись мы, я сдал бумагу, стал работать над этим. Ну, надо сказать вам, что счастье мне, Господь, всегда дает нужных людей, нужное время. Тут появился человек, который, в общем, очень деловой, в смысле рукастый, в английский, это хэндимэн, значит, прекрасно, мне все помог сделать, конечно, не просто так, но мы и сейчас продолжаем с ним работать. Ну, вот мы довели до такого уровня, до которого мы уже можем пригласить гостей и что-то показать. Сегодня, как бы, совмещенное новоселье с открытием этого самого музея для друзей. назвать в чистом виде, что это музей, нельзя сказать, потому что я не музейный работник, я просто собрал все, что могло бы быть полезным для этого музея. Скажу два-три слова. Это называется музей для друзей. Сколько что? Заходи, глазей. Дальше. Идея этого музея это три человека, которые в моей жизни сыграли большую роль. Ну, первое, первый человек, ну, будем так говорить, пел эспрессор, из-за которого мне пришлось и уехать, можно сказать, потому что я в свое время пытался с ним даже переписываться, вот, и, ну, конечно, там, создалось неприятности из-за этого, ну, и, так сказать, как пошли от меня, так сказать, избавиться, значит, уехал дальше. Второй человек, Владимир Семенович Высоцкий, который, в общем, меня поразил с самого, так сказать, первого момента, когда я его услышал, ну, и продолжает до сих пор поражать своим талантом, своим могуществом, своим влиянием на молодежь, на людей его современников, и до сих пор, так сказать, если кто и сокрушил советскую власть, то я бы сказал, что большую лепту немцы, конечно, важны. Ну, и третий человек, это Аркадий Дмитрий Звездин, или он известен больше как Аркадий Северный. Этот человек явился, как бы, моим продуктом, я его создал сам из просто студента, который пришел ко мне по счастливой случайности, очень талантливого человека, я его почувствовал сразу, вот. Ну, и он, так сказать, он, я сделал все, чтобы сделать из него артиста, пусть даже подвольного, но артиста высокого уровня, которым даже сейчас никто сравниться не может. Это был самородок, и все три эти личности, из-за которых я создал вот этот вот музей, для чего я создал конкретно, чтобы донести все это как бы до современной молодежи, которая, к сожалению, ничего этого уже не знает, и его я знать не хочет. Поэтому я хотел бы, чтобы, если не они, хотя бы их дети интересовались этим, я у меня просто пример, я сам член филофонического общества, я давно собираю пластинки, вот тут стоит мой друг, Кирилл Георгий, это не, с 72-го года мы с ним дружим, собираем пластинки, все такое и прочее. У нас большой клуб филофонического, но когда я им рассказывал про этот замысел, про этот госей, на меня смотрели совершенно ну как-то идиотом, вам сказать. Зачем тебе это надо? Тебе государство дал и квартиру, живи, устрои мещанскую обстановку, живи, наслаждай всю жизнь. Но это как раз меня-то и не интересует, меня не интересует эта мещанская жизнь, меня интересует жизнь, которая может дать что-то окружающее. Я хотел бы, чтобы после меня остался вот этот самый музей и буду продолжать делать все, что он остался, чтобы людям осталось, если не современных людей, может быть, их дети будут, или внуки будут, вот у них я вторжусь. Ну, вот такая священная опять-таки красная история. Есть, не пропали, да. Как известно, он удостоверил памятника его жизнь. Он покинул нас в 80-м году. Его жизнь, его жизнь завершилась не так радостно, как начиналось. К сожалению, это все произошло в мое отсутствие. Я был в этом и ничем не мог помочь. о нем выпущено несколько книг, выпущено несколько фильмов, выпущено, написано масса песен и снято несколько документальных фильмов. Сейчас мы задумали уже художественные фильмы. То есть это человек, это явление, это то же самое явление, как Элос Пресли, Владимир Лисоцкий. Он тоже являет. Вот человек стоит полгода сюда, который написал книгу о нем. Расскажи пару слов. Книга была описана уже почти 10 лет назад. По многому она может быть и устарела. На самом деле о Северном никто так толком не искал, потому что я даже писал как-то послескровью книгу. Если мы спьем еще даже 10 раз больше всяких подобностей о том, с кем он встречался, где он ездил, с кем он пил, с кем он пел, мы так не подойдем к пониманию суть этого явления, совершенно уникального этой культуры, кем он был, почему он таким стал, почему это вообще все получилось. Вот один человек только знает ответ на этот вопрос. Чтобы мы сейчас за эти действия, мы сохраним тот пласт наши культуры, о которой тогда не писали в газетах, о которой теперь не будут писать никаких учебников, о которой была всей нашей жизни, в которую они должны попасть. Это начинание, оно и будет может быть первым шагом, может через это выйдет действительно, если фильм мы, я громко говорю мы, но если все-таки фильм какой-нибудь когда-нибудь будет, может тогда народ действительно поймет все-таки, что 70-е годы мы не только читали на огонек, не только смотрели глубокие огоньки, все, что на аркармин нахожусь телеметром, что немножко была другая жизнь. Ну вот хочу продолжить значит нашу тему дело в том, что в свое время как бы так воля судеб являлся каким-то таким даже можно сказать президентом подпорного клуба арк-н-ролла в связи с этим мне хотелось завоевать сильный такой авторитет среди моих членов этого нашего клуба подпорного я написал письма голосу Бресли от имени нашего клуба и отправил так сказать моряком какое-то время прошло какой-то ответ таким способом таким таинственным письма у меня в ящике запечатанное в русский конверт короче кто-то тоже приехал и бросил в ящик ну вот это письмо к сожалению за которое мне потом человек в Америке уже давал 10 тысяч долларов если бы оно у меня осталось я бы конечно не продал бы его но тем не менее вот у меня уже конечно не было куда оно попало это письмо во время одного из обысков у меня их было ну есть пословица Аркадия Демитриевича Северного которая говорит ну что ты поделаешь после 9 обысков 9 раз и было что-то в одном плане во время одного этого обыска у меня забрали я переставить камеру немножко еще сюда вот такой большой бомб был у меня где было все про королевистов значит ну на ватунских местах вот значит большой бомб и там лежало вот это письмо с респонистом там была фотография Ласта Пресли и было написано to my friend Rudy from L надо сказать что Ласта Пресли был поражен тем что какой-то там далекой России о которой может быть не столкал особенно есть группа людей которые значит любят посчитают его ну и вот он из своих всяких дел нашел время отметить ну этот письмо к сожалению вместе с адгумом попало в большой дом я его потом во время допроса уже этот адгум видел у него сапогами ходили о каком песне можно было говорить я не знаю может она с ней в архиве еще и лежит ну самое главное что я человек никогда идеи свои не бросаю и позже я завел новый альбом видите уже который состоит из моих статей написанных в Соединенных Штатах статей конечно о музыке о том что я хорошо знаю понимаю о тех же битлз о родим стонс о наших музыкальных дел назвал я этот альбом рок-н-ролл евангелия от рудольф от меня зовут рудольф но рудольф это украинский вариант украинский вариант фима рудольф тема имени рудольф ну я могу полистать немножко можете посмотреть его чтобы иметь представление чем занимается рудольф на досуге но я давно этим не занимаюсь я все же мечтал написать блюз и когда мне это первый раз удалось я написал статью называется оттягиваясь блюзом сейчас он уже записан вы можете его услышать на ютюбе ну вот это станично вот видите тут вся апелла сапресс видите масса всего рок-н-ролл стал как вы знаете день рождения рок-н-ролла стало всемирным праздником 12 апреля когда первый рок-н-ролл был записан в 54 году это является всемирным праздником вот у меня несколько статей идет называется светлый праздник рок-н-ролла смотрите все это ваш покорный слуга писал печатал не для себя конечно для людей полистать если то все это видно видите тут вот джазы там и прочее прочее смотрите сколько работы я его музыку сейчас не закончил но может быть когда-нибудь даже пытаюсь опубликовать видите тут все мои статьи вот одна из моих статей называется пластинки заики это вот с чего началась иммигрантская музыка здесь дело в том что в России в Санкт-Петербурге в Минграде была такая зайкинская фирма грамм пласт трест она выпускала пластинки значит дело в том что когда Рига была возвращена в ЛОНО в России там была фабрика которая печатала вот эти пластинки там Сокорского Лещенко Кертинского и прочее прочее ну и первым делом когда завод этот попал в руки наших если бы поставленных товарищей первым делом поехали с чемоданами забирать матрицы с этого римского завода привезли сюда в Россию и что они делали выпускали пластинки с этих матриц но тильки для СЭБ как говорят на Украине эти пластинки расходились по верхам музыка замечательная все от советщины устали ну вот вот об этом я и написал называется пластинки Заики видите статья потому что Заикин был директор этой фабрики и он взял на себя смелость выпускать пока его большой дом покрывал он был жив а как только начальник сменился другому надо было показать свою работу и он пошел на Колуму за музыку я думаю что это было может быть 52-53 пошел на Колуму за музыку то есть это был как бы первый пострадавший за музыку я там в цепи других людей последующих я тоже хлебнул за музыку ну вот 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 других статей масса разных вот письм о русских рок-н-роллах о пришествии рок-н-роллах в России параллельно статьи о Битлз дорожный стон света ваш тормоз спыга печатал и писал и довольно так сказать вот здесь эта статья значит я исследовал вот видите две машины времени первая статья когда вообще о ней никто ничего не знал у меня попалась статейка здесь наверное в английском журнале было написано что вот в России появились новые кумиры машина времени но у них нет ни одной пластинки они там где-то что-то мне это показалось очень досадным потому что мне нравились их записи и я решил выпустить первую самую первую пластинку машины времени почему я об этом говорю потому что я в то время руководил американской фирмой Кизмодер компанией которая находилась в центре Монхертона на 14-й улице задача у меня была искать те пластинки которые фирма мелодия не могла себе позволить вообще выпускал и Петра Лещенко и Вартинского и Козина Вадима я вернулась не быть и я о нем никто ничего не помнил можете это все простать великий певец значит живу ну конечно когда я вернулся сюда я стал о нем спрашивать какой Козин чего что мы ничего не знаем великий русский певец на Колыме в это время был забыт забыт заброшен и я все-таки выпустил его пластинки две штуки выпустил пластинки и у меня эти пластинки дипломаты привозили сюда и здесь дарили продавали и о нем вспомнили к нему сразу поехали и Камзон и Белый Рояль ему повезли и вообще вся Россия к нему поехала в Магадан на поклон а так вообще какой Козин о чем вы говорите так вот просто я говорю что я что-то в этом ну мне еще интересовал вопрос как российские музыканты попавшие в Америку пытаются адаптировать в музыкантской американской среде вот у меня эта статья о черных русских они это единственная группа которая приехала и пыталась закрепиться на американском олимпе музыкальном ну к сожалению они сумели выпустить только одну пластинку на второй у них просто по контрасту они должны были выпустить две но у них не хватило уже сил так и осталось что-то запрашиваем я с ними знаком и вообще эту тему и дальше исследовал вот так что вот этот альбом если его детально изучить и вот видите все в Битлз в Веркинском нельзя все это понимаете все с Жоней Леннами первая статья значит когда его убили когда он погиб у меня есть газета даже в тот день опубликованная есть Нью-Йорк флаг можете представить я первый раз увидел это в лифте в лифте я смотрю люди плачут просто плачут все годы плачут я их меня это поразило вот эта газета где было написано она только что через час вышла после его смерти Жон Леннам убил у меня ноги под кассет а в лифте произошло у меня эта газета до сих пор я ее берегу вот статья называемая статья я взял слова Высоцкого вот видите смерть самых лучших вымирает написал вот эту статью я публиковал в день смерти Высоцкого я тоже доберемся эти статьи опубликовал другую статью о Высоцком уже понимаете тоже вот эти статьи все у меня есть вот может быть что-то я так и не сумел опубликовать но все равно черновики вот аркадий северный Владимир Семенович Высоцкий но это конечно не было это мой монтаж они никогда в жизни не встречались но тем не менее я я вот попытался это сделать по-моему мне сняли плаксмаз вот все там все равно ну в общем тут много всего я думаю что это долго это долго расскажут вот пожалуйста таким я приехал в Америку можно посмотреть новые фотографии написал ничего не здесь ну вот вот снег как с митином написал нас создал материал всякие много чего интересного кино и так сказать жизни вот смотрите я кстати говоря выпустил конечно не один когда высоцкий ушел задолго до нерва мы выпустили сборник песен два тома которые практически собирали по памяти нам негде было это взять мы все все кто помнил два тома наскребли можно будет пока это посмотреть мы вот эти пошли своим долгом выпустить еще дантониров надо сказать что я лично выпустил восемь пластинок высоцкого тогда когда их еще вообще не было первая долгоиграющая пластинка высоцкого здесь вышла через год после его смерти стыдно говорить стыдно ну а я сюда кстати приехал по какому поводу это уже начиналась перестройка и фирма мелодия решила выпустить пластинку Аркадия Северного мне звонят в Нью-Йорк Андрей Тропила позвонил и сказали что вот ему кто-то сказал вот сам слышал что у вас есть какие-то материалы по Северному мы хотим выпустить пластинку у них сделаем вызов и в 89-м году я приехал сюда по их вызову мы заключили контракт и пластинка это вышла контракт у нас был по-моему на пару тысяч штук их вышло может быть несколько миллионов я же никак не его прихранировал несколько миллионов фирма мелодия озолотилась за счет того что никакого контроля не было я кстати денег никаких не получил мне дали тираж пластинок 100-900 я их привез в Америку это даже не продавал а дарил значит эта пластинка известная очень замечательная на ней если она у вас есть или попадется самое лучшее исполнение поручка Голинсона которая только может быть так что я считаю что вот реклама Высоцкого Высоцкого я написал шесть семь статей разного плана сейчас здесь я тоже по приглашению новгородских любителей ездил с лекцией о Высоцком в годовщину есть запись довольно несколько часов которая называется Мой Владимир Семенович то есть я в душе храню мы не были друзьями конечно сейчас у него масса друзей все хвастаются за него но у него не было практически большого количества друзей конечно были люди которые считали вот это но с ним дружить так является просто невозможно были почитатели были любители я почитатель я любитель я был знал его вот и немецких слов перемолвался ну мне это дало толчок на всю жизнь вот то что я видел он на Гамлете то что я ему задал глупый вопрос о Гамлете на который он даже не ответил и просто сейчас до сих пор когда в антракте меня с ним знакомили я подумал что бы спросить у него и спросил что-то о Гамлете он ничего не сказал просто помолчал потому что конечно был глупый вопрос я это понимаю но тем не менее вот смотрите статья называется спор о Высоцкой значит в Англии нашелся какой-то колка вот эта статья есть Рокман который начал неспровергать очень много любителей неспровергать большие фигуры вот написать о нем плохо например написать о Битлзках тут недавно кто-то глаза что-ли сказав что они не умеют играть они это что такое это что поднять себя за счет неспровержение кого-то но тут нашелся копкер какой-то дай бог чтобы он не родственник нашего копкера который заявил что Высоцкий ты какой он поэт не поэт какой он аптек не аптек да он на петар не брал бряхал ну и это как раз получилось так в тот момент когда у меня нужно было срочно ликвидировать мое предприятие все убрать все я мог потерять я плюнул на все я сел писать отповедь и вот я написал написал вот эту статью вот вот которая у меня выдалась в конце стихи если я сейчас вспомню вот они напечатаны я попробую сейчас прочитать не страшен не страшен мертвый лев живой куда страшнее и справедливый гнев и гордо выгнутая шея и лапы мощный взгляд и гривы озаренья теперь увы я в печальном отдалении риф штура на стене распятая бесстыдно она растет в цене поскольку львов не видно все меньше в мире львов их нечего бояться все меньше выше в мире львов а вот хорьки кладятся к сожалению это так первым делом легнуть мертвого и за этот счет как бы подняться таких людей к сожалению много а хотелось бы чтобы их было поменьше ну я думаю уже пора нам вот статья которую я написал на смерть Высовского когда-то произошло и мы по радио слыхали что умер Высовский это было вообще неописуемо мы ощутили вот мы вся эмигрантская русская стряда ощутила потерю настолько проносально что я в это время в Нью-Йорке надо сказать был ураган просто ураган вырывало деревья с корнями метро не работало а я вот написал статью которая называлась спи шансонье всей России это слова Андрея Ванесенского написано за год до его смерти когда у него была политическая смерть я уже написал статью и мне надо было срочно снести в редакцию и я плывал на все метро не ходило автобусы не ходили мосты были закрыты и я пошел среди этого урагана с этой статьей мне надо было сгрублено добраться до Манхэттена надо было пройти через полицейские кордоны и я прошел прошел вот что значит желание что-то сделать прошел и в редакции нового русского слова сидел только один Андрей Седых бывший секретарь Ивана Пунина я на него достучался дал ему статью пожелал руку и сказал ну какой ураган вы настоящий журналист это похвала меня греется жить хотя я уже давно не занимаюсь журналистикой потому что все это здесь напечатать в этом надо быть в составе мафии газетной потому что ничего совершенно единственное мне что удалось напечатать это в огоньке вот это вот мое воспоминание об этом письме велосипресс эта статья то есть может она тебе показать сказать о ней там целая история тоже ну может быть долистанет до конца уже вот тут все Высоцкий у него масса материалов видите все вот Высоцкий идет с его хранителем по Манхеттанам видите все-таки его тоже там боялись одного пропускать а когда Макаревич ко нам приехал в магазин и увидел первый конверт первый конверт в машина времени он просто был шаломлен и значит те которые оставались они были все как конверт а конверт один не сел высокий потолков ну значит дай мне конверт я тебе подарил свою пластину мы нашли достали огромную лестницу залезли сняли ему положили туда у него до сих пор а у меня пластинка без конверта а у него сконверта кстати они меня и судили еще машином временем их заставили подать суд на меня потому что как бы это сделалось без разрешения без разрешения и значит и суд постановил мне заплатить 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 цены заказать пластинку на тираж то был крохотный поэтому ну что это все вот ну самое главное что когда он приехал на корейш он мне написал книгу свою или написал моему первому издателю потому что это была самая первая пластинка машинного ну что-то можно говорить ну галич о нем статьи там был галич еще на тема был абсолютно Крыжановский который собирал всю эту музыку на грунте записывал сгорел потом вместе вместе со своими собраниями понимаешь ну тут все все эти материалы вот галич масса вот это мой покойный брат который был актером сначала потом руководил руководил целом унии отделом гастрольным и так меня и не дождался ну разные они интересны всякие темы о джазе у нас все это можно купить так мы затянувшиеся мордот речи я хочу сказать несколько слов благодарности вот этому человеку который стоит рядом со мной и без него ничего бы не было потому что он искренне поддерживал меня в моей борьбе за справедливость за то что мне положено я блокадник ветеран войны государство дало такое распоряжение дать блокадникам ну не все хотели это сделать вот если не он может я бы этого не добился а во сколько он меня поддерживал все время сейчас мы будем сидеть за столом наше новоселье открытие музея дай бог что-нибудь еще сделаем для России спасибо спасибо